если вы скажете своим грузинским друзьям что путешествуете самостоятельно по грузии то вас обязательно спросят а вы уже были в сванете так вот все грузины убеждены что любому приезжему обязательно нужно побывать сванете так что ж там такого особенного и почему местные считают этот регион одним из самых загадочных сейчас мы с вами во всем и разберемся начнем с названия грузины говорят сванете тушете и карете они как за пределами страны называют туристы сванете я тушете я и к хейте я добавляя в конце я я же буду стараться говорить правильно если оживусь то вы пожалуйста простить и так сванете на карте грузии занимает достойное место и ее по праву считают самой грузинской доказано что именно поселение сванете стала первым государственным объединением которое и предопределила становление грузинского государства а еще сванете это самый высокогорный и самый труднодоступный регион грузии именно благодаря этому местность никогда не подвергалась полному разрушению во время попыток завоевать территорию регион сохранил древние традиции своеобразную веру культуру собственный язык и главный символ легендарные сванские важны дорога в сванете это еще тут аттракцион и местами является настоящим испытанием для любого путешественника добираться сюда можно на автомобиле прямо из тбилиси расстояние до месте районов центра верхний сванете составляет около 500 километров которые из-за высокогорного серпантина растягиваются на 8-10 часов пути без длительных остановок сама местия представляет из себя горный туристический поселок которому при саакашвили провели нормальные дороги и даже построили аэропорт поэтому при наличии билетов на самолет вам не придется в течение 9 часов ехать на машине и бороться с укачиванием лететь из нататхари это в 30 километрах от белиси всего лишь 40 минут но если вдруг погода испортится полет скорее всего будет отменен это своего рода риск поэтому пару дней нужно иметь в запасе если останавливаться вместе и вы не планируете а хотите к примеру поехать дальше в ужгули то здесь вам понадобит полонедорожник дорога в ужгули в принципе достойная хорошая но последние 12 километров дают возможность прочувствовать настоящую дикую быть неправильно сказать свободную грузию туда куда не добралась цивилизация местами ее нет местами совсем нет местами ты подъезжаешь и все вот так вот камнем сверху заложено и ты спрашиваешь у тех рабочих которые убирают что случилось когда это вот обвалилась и говорит так в смысле когда обвалилась четвертый раз за день обваливаются и стоят они и убирают но в любом случае нас ждут невероятная красоты впереди и мы к ним сейчас с вами друзья доберемся зачем же мы сейчас так стремимся попасть в это место и что вам нужно знать про ужгули так вот друзья ужгули это самое высокогорное поселение в европе который находится на высоте 2200 метров над уровнем моря община внесена в список мирового наследия юнеско за свою хорошо сохранившуюся средневековую архитектуру именно сюда стремится попасть каждый человек оказавшийся в сванете как говорят сами сваны кто не был ужгули тот не был в сванете настоящее время ужгули проживает всего лишь около 70 семей поселение находится примерно в 40 километрах от мести и на путь ужгули это уже само по себе приключения вся сложность заключается в том что дорога в нашем привычном понимании отсутствует я бы сказал что это не дорога а направление того чтобы преодолеть расстояние в 40 километров вам придется потратить около двух часов времени в одну сторону на обычном седане туда даже не стоит пытаться ехать здесь нужен внедорожник планах правительства было сделать полностью хорошо асфальтированную дорогу даже был построен один участок ну потом финансирование резко прекратилась стройка была заморожена сейчас снова занялись этим вопросом и действительно вдоль дороги мы видели строительную технику из-за которой образовалась пробка да конечно это адская работа ведь чтобы хоть чуть-чуть расширить полосу надо дробить скалы потом все это вывозить с дороги я из киева о да здравствуй здравствуйте это а вы местные друзья друзья значит вы местные не зуб дедами зуб деды а что здесь делаете вы здесь работают на работе находимся и проверяем телевизию передачка нормально или нет понятно едете куда час это в школе а я туда еду как часто такое бывает водородов часто бывает когда дождь после дождя его часть понятно вам нравится этот регион очень красивый регион как думаете сколько ждать нам не они долго я полчаса не будет полчаса дороги в грузии конечно крутые она прям вообще супер но это оказалось самым труднодоступным местом и наверное самым особенным по крайней мере она будет особенным потому как мы сюда добираемся с вами в общем проезд от мести до жгули на собственном авто не очень хорошая идея дорога сложная да и страховка на ней друзья не действуют лучше всего для этой поездки нанять местных таксистов на митсубиши делика ли как мы поехать с гидом из тбилиси на его внедорожники я не говорю такие слова но это капец как красиво я такое видел только лишь где-то на картинках на открытках и все это это непередаваемо красиво и да как вы поняли мы проехали эту дорогу слава богу и сейчас будут нас ждать четыре деревушки здесь в в этом региончике уж гули бывают инстаграмные места бывают инстаграмные места с невероятной природой и там где супер просто себя чувствуешь и там где еще нравится мне так вот друзья мне такое ощущение что я телепортируюсь в дремучие но крайне живописное среди веков я самые старые дома и башни уж гули датируется 9 10 веком несмотря на то что сейчас община в жгуле выживает во многом за счет обслуживания туристов сами сваны довольно сдержаны в общении с приезжими тем не менее у вас не будет проблем с размещением если вы захотите остаться здесь на ночь гостиниц в жгуле нет но есть несколько гостевых домов и даже два кафе в 87 году снежная лавина ворвалась в селение разрушила часть домов и башен погибли к сожалению люди после этого многие семьи больше половины покинули уж гули и перебрались в пригороды тбилиси также по дороге встречаются полупустые может быть и вовсе заброшенные села судя по башням когда-то тут жили процветали знатные кланы строить такие башни по силам было только богатому и значительному семейству но мы с вами спустимся вниз и прогуляемся вместе по ужгури вообще сван эти имеет множество особенностей традиций культур что делает ее аутентичной отличает других регионов сейчас расскажу в деталях начнем с особого языка так вот у сванов свой язык сванский который используется только в разговорной речи в семьях он кардинально отличается от литературного грузинского и не имеет своей письменности при надобности используя грузинскую также сванский язык не является официальным языком он как будто бы несет какой-то генетический код сванов сван эти живут общинами кланами и родами семьи сванов состоят из 30 и более человек у народа существуют родовые отношения в один род входит до 30 домов и насчитывается до 30 родственников интересно что жилье родителей доставалось всегда сыновьям если же в семье нет мальчиков то дом обречен на разруху дочери всегда уходят в жилище мужа а еще сваны славятся своей воинственностью но они никогда не нападали с целью захвата территорий а только защищали свои земли от врага местные мне рассказали что в средние века мужчины могли иметь несколько жен интересно как с этим здесь сейчас как вы думаете можете смело написать свою версию в комментариях ниже самое почитаемое занятие сванете это охота и альпинизм сваны всегда были и сегодня остаются профессиональными альпинистами и охотниками альпинизм для народа это вид спорта а охота важная хозяйственная деятельность слышали о таком понятии как лицвари лицвари это кровная месть вендетта забиту и неправильное поведение в адрес своей фамилии и ее представители могли жестоко отомстить не только обидчику а также и всему его роду кровная месть у сванов является нормальным явлением как для современных людей суд раньше конфликты здесь происходили даже по самому малейшему поводу например если один мужчина не так посмотрел на чужую жену или пнул вашу собаку причинами для кровной мести также могли стать обиды зависть оскорбление результате чего одна семья шла на другую и конечно же проливалась кровь в таких случаях семьи прятали в своих башнях построенных около дома а если всю семью таки убивали их башня и дом считались проклятыми в одной из таких башен и поднимемся немного позже вместе с местным жителем друзья как вы думаете какая здесь основная религия давайте угадаем буддизм индуизм сванизм или православие православие вот правильный ответ но не классическое а с элементами язычества до сих пор здесь праздную дни поклонения богу солнца и не только хотя официальное вероисповедание христианство уверен вы точно слышали о сванской соли это главная специя этого региона знаменитая сванская соль состав которой кроме поваренной соли входит также красный перец кинза укроп шафран тмин чеснок и уцхо сунели это универсальная соль подходит к любым блюдам из мяса и рыбы также добавляет ее и в салаты и в супы а а а а а а Всего 3 часа езды от Званетти, и вы попадаете на Черноморское побережье Грузии. Идеальное место для жизни и отдыха с мягким субтропическим климатом. Именно здесь, в 9 километрах от главного курортного города страны Батуми, расположен закрытый жилой комплекс Dreamland Oasis. Рядом с потрясающим ботаническим садом и национальным парком Матерала. Место действительно уникальное. Огромная ухоженная территория 100 тысяч квадратных метров, на которой расположены здания отеля, частные апартаменты и более 50 объектов действующей инфраструктуры. Бассейны, собственный аквапарк, оборудованная пляжная зона, теннисные корты, спортивные площадки, кинотеатры, детские площадки, бары, рестораны и многое другое. Здесь можно приобрести как готовые, так и строящиеся апартаменты различной площади. Они предлагаются в состоянии под ключ. То есть полностью готовые для проживания с завершенным ремонтом, с мебелью, с техникой, аксессуарами. Все-все, включая даже посуду, полотенце, постельное белье и халаты. Территория восхитительная. По соседству ботанический сад, прогулочные дорожки, пруд с живыми карпами, музей на открытом воздухе. Подобного формата недвижимости я не встречал. До конца марта по кодовому слову Андрей Буренок действует специальное условие на покупку апартаментов в Dreamland Oasis. Все детали есть в описании к видео. Налюбовавшись у жгули и насладившись колоритом, мы приехали в административный центр Сванетти. Вместе. Сам городок невелик, здесь постоянно проживает менее 3000 человек. Большинство гостевых домов, отелей, магазинов и кафе находятся именно здесь. В основном туристы селятся в госхаусах у спанских семей. Именно вместе мы случайно познакомились с Ксенией. Позже даже сняли с ней и Таней выпуск о бизнесе в Грузии. У девушек свои кофейни Эр и Кава. Так вот, Ксения вышла замуж за Свана, родила ту четверых детей и вот уже много лет они управляют своим мини-отелем и хостелом. Сейчас Ксения нам и расскажет, как ей живется в такой куши. Друзья, я шел по улице, ко мне подошла девушка Ксения, которую порекомендовали, наверное, чек 20 точно из вас в инстаграме. И сама Ксения мне написала, она живет здесь в Сванетти, только в другой деревне. И пришли снимать в отель, в котором мы живем, Местия, Шалепово называется, и пока я выстраивал камеру, здесь разбил мраморный стол. Теперь мы проверим, как работает вендетта здесь у Сванов и сколько я буду за это должен. И, в принципе, если могу ли я уехать и уехать отсюда, смогу ли я живым и не отдам ли свою супругу заложники пока. Ну, короче, вы все поняли. Работает ли здесь реально эта вендетта? Да, здесь жутко. Ну, это, знаете, это та часть жизни, о которой вообще не хочется никому рассказывать. Когда есть говорят, что в Сванетти существует традиция кровной мести, Сваны очень обижаются, говорят, ну какая это традиция, это как бы черное пятно в биографии, в жизни. И на самом деле это есть. А с этим сталкиваешься только тогда, когда начинаешь становиться местным и жить здесь постоянно и наблюдать разные истории, которые происходят. На самом деле здесь есть семьи, которые не общаются близко по той причине, что 10 веков назад их родственники имели кровную вражду между друг другом. И, конечно, такие вещи существуют. И, в принципе, здесь понятия взаимоотношений между людьми чуть-чуть другие, чем у нас, у славян. И к этому долго, на самом деле, привыкаешь. И это сложно понять. Здесь гораздо больше дистанция между людьми, гораздо важнее общественное мнение. Когда ты приезжаешь как турист, это одна ситуация, тебе рады. И, может быть, даже простят разбитый стол. Но если ты местный, за разбитый стол придется отдать корову. Пока мы к Сене общаемся, тут все ходят, смотрят на этот стол, перезваниваются. Я не знаю, что они между собой говорят сейчас. Ну, пока пытаются узнать цену. А как вы сюда попали и вообще почему? Украли меня, украли, да. Да, вы украли? Украли мое сердце, а затем еще вместе с сердцем все остальное. Ну, я переехала в Сван, да. Сван у меня, он из вот этой соседней деревни. Деревня называется Латали. Клан этот живет там, как минимум, доподлинно известно с 8 века нашей эры, надеюсь. Все как положено. Есть Сванская башня, фамильная церковь, родовое кладбище, большой клан. И большая история этого клана жизни в Сванете. Собственно говоря, и с культурой, и с традициями я всегда знакомлюсь через своего мужа. Он является для меня таким фильтром, который объясняет многие устои, традиции, как что связано. С этого и началась моя жизнь, началось мое развитие в Сванете, когда 12 лет назад я стала писать о том, о чем я узнала у мужа. 12 лет назад здесь не было ничего. Если бы вы здесь оказались, вы бы сюда, во-первых, ехали гораздо дольше. До Ужгули практически бы не доехали, с большей вероятностью. Все было разбито. Реабилитация началась, по сути, вот как раз с 2010 года. В 2012 году построили дорогу, аэропорт. И вот с этого момента месте начала расцвязать, как курорт. Но до сих пор считается высокогорной, глухой деревней. Я проехал, наверное, около 8-9 регионов Грузии. Есть там 18-22, сколько здесь есть. И Сваны очень закрытые, я бы сказал бы, интроверты, сдержанные. У них такое сдержанное, не совсем грузинское гостеприимство. Это правда? И почему это так? Они настороженные. И это специфика этого региона. Сванете была, скажем, еще 100 лет назад абсолютно закрытым регионом. Не то, что изолированным. Вот это я не хотела бы сказать. Были постоянные связи. Если вы здесь были в Мистийском музее, и вам, может быть, рассказывали о том, что еще во времена аргонавтов сюда приезжали за золотым руном, потому что в Сванете добывают до сих пор золото при помощи шкуры и гненка. Поэтому это, наверное, все-таки не совсем изоляция, но эта закрытость региона и сложная его доступность, конечно, сделала их такими осторожными во многих вопросах. Плюс годы сваны очень много времени и в разные исторические эпохи сохраняли важные церковные ценности здесь. И они, в принципе, очень осторожны. Плюс слово, сказанное в Сванете свану, оно должно быть тщательно подобрано. Поэтому сваны лишние не говорят, чтобы не нарваться на какие-то конфликты. Ты можешь что-то сказать, что может обидеть, ранить человека. И тогда уже вступает в им где-то дело. Поэтому, конечно, лучше меньше говорить, осторожнее выражать свои мысли, чтобы, не дай бог, не задеть другого человека. Я знаю, что здесь суровые зимы. Как переживают зимы и чем занимаетесь зимой? С момента, как появилось два горнолыжных курорта, стало, конечно, веселее. А до этого зимы были долгими, долго тянущимися, скучными. Многие на зиму уезжали на равнину, в город, в Тбилиси, в Зугдиди. А сейчас попроще. Сейчас стало возможно уже куда-то выезжать, дорога чистится, магазины появились. Собственно говоря, да, жизнь, она чуть-чуть притормаживает зимой. Но, тем не менее, не останавливается, как это было раньше. Ну и в 87-м году здесь был последний страшный снегопад. Выпало 17 метров снега. Это было чрезвычайное происшествие. Вообще, в целом, в регионе отсюда вертолетами эвакуировали людей. Очень много погибло. И вот таких стихий, конечно, люди боятся. Это не так давно было, 87-й год. В принципе, многие, кто это пережил, еще и сейчас живут. Это единственное, мне кажется, что ты в горах, где бы ты ни жил, насколько бы тебе не было комфортно, и какие классные у тебя дома не были, ты всегда понимаешь, что есть большая стихия, которая сильно может нарушить твои планы на жизнь. Наводнения, селевые потоки, сильные снегопады. Все это актуально до сих пор, несмотря на цивилизацию, развитие этой цивилизации в регионе. Поэтому в этом смысле, конечно, ты сильно всегда напрягаешься, как бы не выпала сверх норма осадков, что дальше тебе делать. Но до сих пор остается населенный пункт закрытый зимой, как у жгули, практически непроходимый и так далее. Спасибо большое. И гайхари. А по-свански это будет и васухари. И васухари. Как грузинский язык? Сложно выучить или нет? Сложно выучить грузинский, сванский еще сложнее. Сколько вы учили грузинский? Я на третий год смогла первый раз. На третий год я стала говорить, на восьмой год я стала понимать сванский. Хух, в высокогорье, конечно, есть немножко отдышка. Но знаете, как я написал сегодня утром в своем инстаграме, когда проснулся, в очередной раз с красивейшим, волшебнейшим видом, с природой, с тишиной. И даже не знаю, не могу уже слов подобрать. У меня просто постоянно восторг, восторг и восторг. Так вот, я сказал, что не знаю, как буду жить дальше, потому что за 10 дней в Грузии я привык просыпаться вот такой вот волшебной, волшебнейшей красоте. Ребят, 10 минут отъехали от местей, где ночевали. И secret place. Качельки, на которых можно покататься, понаблюдать за этой красотой. Горы, дождик собирается, снега еще лежат. Вот сейчас лето, а тут снег лежит. Вообще волшебно. И еще, да, мечтаю сюда приехать зимой, потому что здесь есть 2 горнолыжных небольших курорта, на которых можно дико покататься на лыжах. Ну, и мы сейчас с вами проедемся еще по месте. И будет, я знаю, что будет, вы сейчас узнаете. Будет очень интересно. Нас ждут невероятные люди, которые здесь живут. Вместе мы также познакомились с местным Сваном Дато. Когда-то он был профессиональным футболистом и даже играл за киевское Динамо. А сегодня, как и большинство местных, принимает туристов со всего мира у себя в кэстхаусе. Это первое слово, которое нужно знать в Грузии. Второе – это мадлоба. Да. Вот. Гвино. Гвино, да. Я еще выучил много других слов, типа нахвамдис. И одно из важных слов – это гайхари. Гайхари. Вы часто, когда прощаетесь, говорите гайхари. Что это? Это спасибо. Как спасибо, но если к слову переводить, это означает радуйся. Радуйся, дорогой. А я слышал, что это когда мне хорошо и тебе хорошо. Ибо когда тебе хорошо и мне хорошо. Да, так означает. Радуйся, что жизнь. Друзья, это Дато. Он местный житель, живет здесь в Сванете и сам из города Мести. Правильно? Да, родом я отсюда. И мои родители здесь, и мои предки здесь жили уже. С 15 веков здесь живут. Я проехал уже до 10 регионов Грузии. До. И хочу проехать вообще все. Если я не ошибаюсь, всего около 18. Могу ошибаться. Встречал абсолютно разных грузин. И сейчас мы находимся в Сванетии, где издавна жили сваны. Кто такие сваны и как они отличаются от всех других грузин? Отличаются? Ну, горные люди вообще-то отличаются от других. Это везде, во всем мире так. Но сваны это грузины. Один из первых грузин сваны. У нас есть свой язык. И от сванских языков, и от мегрецких языков. Перед тем, как Сванет приехал, здесь есть мегрецкий регион. С мегрецкий регион. С мегрецкий регион. Потому что здесь было, много лет назад здесь было закрыто. Очень сложно было контактировать с остальным миром. И мы все это сохранили. Наши вот эти обычаи и все. Сколько людей живет вместе? Сколько семей? Семей где-то 700-600 семей. Это где-то 2,5 тысячи человек. Все друг друга знаете? Почти да. Потому что очень близкие родственные связи. И я читал в интернете, в истории, много писалось о том, что здесь, в этом регионе, в Анетте, было такое понятие работало, как вендетта. Оно уже не работает. Нет, сейчас нет, конечно. Но у этих вендетт тоже были свои правила. Например, если какое-то убийство произошло, вот человек, который убил другого человека, он должен уйти из деревни. Он должен был покинуть место и уйти на другом части Грузии, должен жить своей семьей. Если он не уйдет и будет еще раздражать семью умершего, вот тогда уже происходила бы эта вендетта. Но если он уйдет, это было самое большое наказание для этого человека, для убийцы, чтобы он покидать навсегда эту землю и никогда в Анетте не возвращать. В то же время очень многие другие грузины из других регионов приходили сюда жить, если они что-то не очень хорошее совершили. Это правда? Ну, такое тоже было, да. Ну, потому что сложно было их достать здесь. Ну, раньше, при царской России, ну, скрывались здесь, был такой, не криминальный, а которые не ладили с государством и так далее. Чем сванская кухня отличается от мегрельской, кахетинской и так далее, и так далее? Ну, я бы сказал, вот, сванская кухня не такая богатая, как мегрельская и меритинская кухня, потому что там очень много зелени и разные продукты, вот овощи, фрукты. А здесь больше, ну, отличается больше того, что мы здесь, ну, мясо, сыр и еще здесь очень большая культура была конопли. И, ну, они не использовали для кухни, они сделали вот масло, сделали разный-разный салат, я отрезал. И считалось очень, такое, как сказать, для гостей, гостей, если кто-то сделал близ Канаполя какой-то салат, это считалось, что, ну, очень большим такое уважение было. Сванетти и сваны, это больше, условно, такие свободолюбивые люди с закрытой территорией. Не помешало ли то, что сюда пришел такой активный туризм со всего мира, вот этой вот закрытости и всему остальному, не раздражает ли, условно, вас туризм? Нет, не раздражает, что вот вначале, поэтому я отметил, что это очень хорошо туризм для экономического развития для страны, для региона. Ну, и поэтому мы не хотим, чтобы мы все это, в этом потерялись. И потерялся наш, вот это, то, что есть для нас, вот всем мы гордимся, что показываем, вот, основной миру, нашу культуру, чтобы в этом не потерялись. И мы все это сохранили, и чтобы как-то вот вместе все это было. Потому что я думаю, что вот горы, ну, везде можно найти, во всем мире есть горы, они похожи друг на друга, но вот людей, традиции, архитектуру и вот эти истории, ну, мы должны этим отличаться. Последний вопрос. Я знаю, у вас был опыт большой профессиональной карьеры в футболе, вы играли за Киевское Динамо. За Киевское Динамо я играл, да, ну, за это почти год, так получилось, я играл, ну, я там потом и травы получил, и с контрактом были потом проблемы, я долго там не остановился. И потом я в Московском Торпеде 4 года играл, туда перешел, там продолжил карьеру, ну, все равно пришлось рано закончить. Из-за травы, из-за грузинского характера тоже. А чем, вот, вы были в мире, много людей видели, чем грузинский характер отличается от других? Ну, вот, мы, ну, как вы и все, но мы тоже талантливые люди, очень много здесь, мы очень любим футбол и спорт. Но вот трудолюбивость, это наша проблема очень большая, трудолюбивость и режим. Вы хорошо работаете, либо плохо, мало, либо много? Нет, мало, наверное, мало работает, поэтому это очень большая проблема, не только для поколений грузинских, и футболистов, и вообще спортсменов, и людей вообще, не только спортсменов. Зато пригласил нас подняться на его родовую башню. Чтобы туда попасть, надо сначала взобраться на крышу, по крыше карабкаться к башне и залезть внутрь через вход в дыру, а потом подняться по лестнице, а местами по доскам наверх. Квест, короче говоря, еще тот. Часть нашей команды сошла с дистанции, дальше крыша не полезла. Эти башни построили в большинстве 12 веке и строились для самозащиты, и для хранения продуктов, для самозащиты, и для престижа к фамилии, у которой много башней. Эта фамилия считалась более крепкой и сильной фамилией. И эта башня построена с камнями и избестом. И этот избест обливали в горах, потом привозили, варили, добавляли белок к яйцам для крепости, и потом с камнями вместе камень ложили и с этим укрепляли. Сцены башни внизу потолще, и потом поменьше становятся. И у этих башней есть специальные окна для выстрела с оружием, и специально для самообороны, закрывается каждый этаж. И так, чтобы для сегодняшнего времени сохранились эти башни, и каждая фамилия знает, чья башня, к которой фамилию, к которой фамилию это принадлежит. На сегодняшний день башня – это больше туристическая история? Да, это больше туристическая история. Например, эта башня моя, но я не могу официально оформить эту башню, потому что это под защитой УНЕСКО находится. И как музейный экспонат считается. Но я знаю, что это моя, и никто, конечно, это не опомнился. Эта башня была в XII веке построена, как большинство башней. Когда царица Тамара царила здесь, в Грузии, тогда Грузия была очень сильная страна. И строили вот такие, не только башни, мосты царицы Тамары, например, крепости царицы Тамары. Поэтому тогда развивалась очень быстро Грузия, и тогда построили все эти башни. Если вы имеете возможность путешествовать по миру, отправляетесь в командировку, по бизнесу, переезжаете куда-то. И вам нужны выгодные авиабилеты. Вам нужна информация о месте жительства, что посмотреть, что сколько стоит и так далее. Пожалуйста, пользуйтесь поиском авиабилетов и путешествий. TripMyDream – это один из моих бизнесов. И я бы хотел, чтобы вы для путешествий пользовались именно TripMyDream. Если у вас телефон Apple, то можете скачать себе приложение для iOS. И, соответственно, всегда находить выгодные авиабилеты в любую точку мира. TripMyDream. Пожалуйста, начинайте свои путешествия TripMyDream. Если вам нужны знания в интернет-маркетинге, не просто сертификаты прохождения курса, о том, что вы что-то там экзамены сдали, учились, проходили. Нет. А реальные знания от реальных людей-практиков, где на курсе будет 80% практики, 20% теории, где в том числе я буду делиться своими ошибками, уроками, знаниями. И мы будем много месяцев разбираться. Ну, сколько много? 4-5, в зависимости от вас, конечно же. Разбираться с интернет-маркетингом от нуля, со всем темным лесом интернет-маркетинга. SMM, контекстная реклама, SEO, как делать сайты, как делать то, это, контент-маркетинг, email-маркетинг. В общем, весь темный лес для вас станет, соответственно, вашими реальными знаниями, которые вы сможете применять в своей жизни, работать удаленно, фрилансить, устроиться на новую работу, усвоить новую профессию. Как раз самое время прийти сейчас учиться. У нас очень скоро, буквально на этой неделе, начинается 10-й поток обучения. За последние 2,5, нет, почти 3 года мы обучили немного более 3000 человек со всего мира. Приходите учиться, если вам действительно нужны знания. А если вам знания не нужны, но вам нужна помощь в интернет-маркетинге для вашего бизнеса, нового, старого, который вы закрываете, открываете. В общем, вам нужна помощь в интернет-маркетинге. Приходите в мое агентство, пара-эдженси. Мы с командой точно так же поможем вам с СММ, контекстной рекламой, СЕО и глобальной стратегией. Все детали, все ссылки есть в описании к этому видео. И да, приятного просмотра видео. Дальше. Школа цифровых навыков пара. Давай разберемся вместе. Мы с вами находимся в невероятном месте. Это традиционный сванский дом, который называется Мачубе. Между прочим, вот здесь и сверху надо мной находится грузинская свастика. Это знак солнца, в том числе символ бесконечности. Так вот, сваны жили традиционно в двух- и трехэтажных домах. Этот дом трехэтажный, большой, зажиточной, богатой семьи. Почему богатый? Потому что здесь очень много узоров. По количеству узоров в том числе определялось богатство сванских семей. Так вот, свои дома сваны строили либо из камня, причем без закрепляющего какого-то раствора, либо из плетенок и потом обмазывали всю эту историю глиной. Из-за того, что здесь в горах очень суровые зимы, сваны жили вместе со своим скотом, жили на первом этаже, спали вместе, внизу жил скот, сверху спали уже люди, которые жили. В этой комнате, в которой мы находимся, комната, наверное, метров 60, даже, наверное, меньше, метров 50, здесь жило около 30 человек. В таком доме имеется отдельно комната для рожениц, имеется отдельно комната для новобрачных. Также такой дом отапливали очагом камина, на котором, в принципе, и готовили себе еду. Впечатления? Ну, так, мне кажется, это больше похоже на тюрьму и темницу. Хотя, думаю, что сваны, которые здесь жили, были счастливы и наслаждались жизнью. Мы познакомились с девушкой Тамарой, которая здесь живет местной, и я ее спросил, Тамара, а здесь не скучно тебе? А Тамара достаточно молодая девушка, ей лет, наверное, до 30. Сказал, нет, вы что? Я счастлива, что я живу здесь. Здесь живет не так много людей. Я счастлива тому, что я здесь живу, тому, что я здесь нахожусь. Мне кажется, что как раз вот жители Сванетти не особо покидают свои дома и наслаждаются тем, чем их одарила жизнь и тем, чем их одарила природа. Есть одно место по дороге из и в Сванетти, которое вызывает эффект ВАУ. И место это, казалось бы, просто ГЭС, в смысле гидроэлектростанция. Но она совсем не простая. А во-первых, самая крупная гидроэлектростанция на Кавказе, а во-вторых, ну очень, очень живописная. Речь идет об Ингурской ГЭС, куда мы заехали на обратном пути. Посещение ее производит фантастическое впечатление. К сожалению, можно пройти только на смотровую площадку и спуститься к воде. На саму плотину попасть невозможно. Это строго охраняемая зона. Но впечатлений хватает и без этого. Виды на окружающую местность просто потрясающие, особенно если вы мой дрон. А теперь времени рекламной паузы нет. Время подкрепиться. Да простят меня другие соседние страны, которые считают, что еда вообще появилась у них. И слово кухня тоже, и их происхождение, как и вино. Но я таки поклонник всех кухонь мира. И находясь в Грузии, могу уверенно сказать, что грузинскую кухню, как, впрочем, и вина, сложно превзойти. Можно, но сложно. Мы же с вами заехали в гости к жителям колоритной мегрельской деревни. Да, мы уже не в Сванетте, а в Мегреле, где нас ждет ужин, состоящий из блюд региональной кухни, которые отвечают сложность и разнообразие употребляемых специй. А также мы сейчас познакомимся с традиционным мегрельским бытом. Надо отметить, что у хозяев дома просто золотые руки и отменный вкус. В каждом уголке двора и дома чувствуется любовь к своему телу. Лена, что мы готовим сегодня? Сейчас готовим хачапури и потом готовим гоми. Так, а чем отличается в Мегрельске хачапури от тех других хачапури? Она делается очень нежно, с нежным сыром. И сверху покрывается еще сыром. Хорошо, а гоми это? Это мука и кукурузная мука, и сейчас дробленная кукуруза. Как это готовится? Вот сейчас я вам покажу, как она готовится. Вот сейчас. Это просто... Я не могу... Я не могу... Я не могу... Я не могу... Как мать на кашу бывает В курусную метку Замешиваем Взрубленный курус Вареный И вот Простое дело Все, нарезаем и готов Так быстро? Так быстро и нормально А ваше любимое блюдо какое вообще? Моё любимое блюдо Осетинское хачапури Потому что я осетинка А чем отличается осетинский хачапури От мегринского хачапури? Осетинское хачапури отличается от мегринского Потому что в осетинском хачапури мы делаем картошку И сыр И она не растягивается У вас здесь такой красивый дом Это ваш дом? Да Это интеграфический дом В честь моего сына Кто его построил? Мой сын начал это дело А потом мы закончили После его скончили Ему было 30 лет Когда он скончался Он работал дизайнером в церкви К вам часто туристы приезжают? Очень часто Я иногда говорю, что не выезжая из Грузии Я Европу видела Чем регион Мегреля отличается от других 17 либо 18 регионов в Грузии? У каждого региона свое У каждого региона свое блюдо У каждого региона свои люди Свои отношения к людям Ну вот так и отличаются характером Вы путешествовали по Грузии? Нет Хотите? Очень Ой, горячий какой Ой Вокруг зоопарк И мы в традиционной деревушке Мегрелии Региона Мегрелии Которая называется Наджахао Но это не совсем традиционный, конечно, двор Потому что здесь все сделано в том числе, чтобы приезжали туристы Но здесь реально и зоопарк И можно увидеть за мной традиционный Немножко более современный дом Двухэтажный Снизу кирпич, сверху дерево, большой балкон Все ухожено Значит, чем отличается этот регион? Потому что здесь дворы ухожены, дома ухожены И, как всегда, как во всей Грузии Гостеприимный народ Который тебя сейчас же сразу и накормит Чем прямо сейчас я и займусь Будем что-то готовить совместно с хозяйкой дома И, соответственно, будем этим же вместе трапезничать Откровенно говоря, водопадами меня в этой жизни уже удивить сложно Особенно после того, как я посмотрел водопады Игуасу с бразильской стороны И покатался под ними Видел еще множество водопадов по всему миру Но водопады в сочетании с вот такими высокими красивейшими горами Ребята, это нечто Это must sit И да, кстати, водопады это как раз то место, где можно получить огромное количество Так необходимых нам отрицательных ионов Честно говоря, мне после 4-кневной комы и искусственной вентиляции легких Уже третий год как не хватает отрицательных ионов И я при возможности делаю все, чтобы и дальше восстанавливать свое здоровье И особенно легкие А находимся мы сейчас с вами рядом с водопадом Кинча Он представляет собой каскад водопадов, состоящий из двух ступеней, впадающих в реку Укад Меня сложно удивить, но каньон Укад я только что это сделал Точнее не сам каньон это сделал, а та природа, которая здесь вокруг находится Девственная, настоящая, дикая природа И да, под нами вон там и внизу сам этот каньон И мы находимся с вами на высоте 150 метров выше И если честно вниз смотреть страшно Ну так бы очень даже местами страшно Я стою на самом углу и отсюда невероятнейшие виды И да, нам снова везет, потому что туристов вообще нет Мы здесь гуляем сами Гуляешь, дышишь, наслаждаешься Дорога, конечно, сюда, когда едешь на Toyota Delica с местным водителем Такая стремновата, если честно, такая Очень, очень стремновата Но потом ты прогуливаешься вдоль всего каньона И это так красиво Самое важное, что ты же не знаешь, что будет Ты не знаешь, как будет красиво Не знаешь, что тебя ждет Этот каньон раскрывается, природа раскрывается Грузия раскрывается И да, это невероятно Это начинается западная часть Грузии В общем Куда бы вы в Грузии не поехали У вас будет море эмоций Позитива И всегда полный живот Причем всегда вкуснейшей едой И лучшим вином Обязательно посмотрите мои другие выпуски из Грузии Я проехал почти всю страну Осталось только в тушете добраться А теперь пару слов об этом чуде природы, где мы с вами сейчас и находимся Так вот После посещения водопадов обязательно отправляйтесь в одноименный каньон Доехать к каньону Акации опять же можно только с местными И уже на легендарной Митсубиси Делика Правильно, не Тойота, а Митсубиси Это я там подговорился Поверьте, ваша поездка это само по себе уже очень экстремальное приключение Слабонервным лучше воздержаться и пройтись пешком по тропинке Но идти придется не менее часа К каньону ведет металлическая лестница А далее начинается подвесная тропа, прикрепленная к скале Тросами Вид открывается изумительный Ощущение захватывающее И как будто ты просто над всем этим паришь Тут все поражает своей красотой А также атмосферой нетронутой природы И отсутствием человеческого вмешательства Считаю это место обязательным к посещению Если вы очутились в Кутаиси Где мы переночевали, прогулялись по городу И поехали по Грузии дальше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok